В Санкт-Петербурге напали на гражданина Таджикистана. В Туле мигрантов выстроили в колонны. Таджикских имам Хатыбов опять отправили в театр. В Санкт-Петербурге трое неизвестных напали на гражданина Таджикистана и ранили его из травматического оружия, сообщает агентство Оперативное прикрытие. Инцидент произошел в ночь на 22 октября в Санкт-Петербурге у станции метро Площадь Мужества. В первом часу ночи 22 октября трое неизвестных подошли к 23-летнему уроженцу Таджикистана. Они попросили у него зажигалку, после чего начали избивать молодого человека. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять ему в грудь. Пострадавшему удалось самостоятельно преодолеть около 4 километров и обратиться за помощью в Елизаветинскую больницу, где его прооперировали. Придя в себя, трудовой мигрант рассказал, что около 00 часов 10 минут он находился у станции метро Площадь Мужества, когда к нему подошли трое неизвестных. Сначала незнакомцы попросили прикурить, потом стали избивать приезжего. Затем один из преступников вытащил травматический пистолет и выстрелил в приезжего, пишет агентство. По информации, агентство пострадавший находится на территории России легально. Пострадавший, скорее всего, стал жертвой русских националистов. Напомним, что в России трудовые мигранты из стран Центральной Азии регулярно становятся жертвами нападений со стороны националистов. Эксперты считают, что данные преступления не получают должной реакции со стороны российских правоохранительных органов, что неизбежно порождает безнаказанность и провоцирует дальнейшие преступления. Наблюдатель отмечает, что ни один из правителей стран Центральной Азии ни разу не потребовал расследования подобного преступления, как это обычно делают лидеры других стран. В Туле прошли тотальные проверки трудовых мигрантов из Центральной Азии. По сообщению МК в Туле, в рейде против мигрантов участвовали сотрудники одновременно нескольких силовых структур ОМВД, ОМОН, СОБР, Росгвардия. Массовая проверка прошла не только на рынках, но и на прилегающих к рынку улицах. В частности, на улицах Пирогова и Каминского также проверяли приезжих из стран Центральной Азии. 20 октября в первой половине дня порядка 200 человек были выстроены в длинную колонну, как пленные во времена Второй мировой войны. Ситуацию прокомментировал председатель правозащитной организации «Йордан» и сотрудник мемориала Бахром Хамроев. Обратите журналисты внимание, у них есть объяснение именно таких поведений, когда правоохранительные органы вот так встроим их демонстративно, как плен взяли показывать. Знаете, это о чем говорит. Объяснение есть у Кремля, у правительства есть объяснение. Они говорят, мы против экстремизма. Это вот относится к теме исламу, к теме мусульманства. На прошлой неделе таджикские власти принудили имам хатыбов и членов их семей посетить молодежный театр имени Махмуд Жжона Вахидова, спектакль «Гумрахон», оступившийся. «Гумрахон» рассказывает о молодых таджикистанцах, поехавших в Сирию. Об этом сообщил Авшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана 20 октября на своей странице в Фейсбуке. В спектакле мать одного из таких джихадистов, узнав о поездке сына в Сирию, проклинает его как предателя Родины, сказав «никогда не прощу тебе свое материнское молоко». В свою очередь, проправительственный имам хатыб города Душанбе Абдул-Хак Абидов заявил. house Abram shining by his own ragran. И мы всем пог裡 желаем, создавая наш быть об Pens». и если вы думаете, во всем, кто Overall, с нашими болезрамиans при все участие, можно фíронировать эту территорию и снижён сохранить такой стil, начиная жена под этим исследованиям, Напомним, что не так давно имам Хатыбов некоторых мечетей в Таджикистане обязали продавать билеты на концерт. И данный случай, по мнению наблюдателей, в очередной раз указывает на усиление давления на религиозных деятелей, вследствие чего не следует принимать их политические заявления или призывы иначе, кроме как через призму того, что они являются подневольными людьми, послушно выполняющими волю режима и не соотносящими свои слова и поступки с нормами религии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...